А воинам-магам? Тоже как вариант. С самого утра, да, я такой притурбалось. Сержант Брокенберн. Вот так дела. Александр, да, ты подходишь в это описание, всё точно. Какая удача, что я заметил тебя во ворот. Меня зовут Брокенберн, я сержант стражи в черном квартале. В черном квартале, лол. Что тебе нужно? О, я вот, например, приветствую высоких гостей. Работа стражника не просто стоять на посту, как стукан, хотя среди моих парней полно таких, кто именно так и полагает. Мне также приказано поставить тебя в известность, что оцепление снято. Можешь ходить туда-сюда, как тебе заблагорассудится. Отлично. Спасибо, друг. А, если 3 плюс класса, ну да, если 3 плюс класса, то да. Так там все получают штраф? Эти самые барсуки. Ну их нафиг, этих барсуков. Поместье Ганиша. Это, кстати, сразу нам квест, да? Сразу квест с поместьем Ганиша. Ну давай. Давай зайдем, посмотрим, что там. Ну да, в скобочках квартале Черного озера. Ну ты же сразу понял, Чикаго, о чем речь. Что-то как-то тут подозрительно все выглядит. Зило. Слушаю. Внимательно. Надо с пылы зарядить. Я чувствую, надо зарядить с пылы. Да барсуки не нужны. Барсуки дома тусуются. Давай дезинтеграция. Нет, мы не закончили. Мы не закончили. Конус холода, роспуск, смертельное облако. Ну тут я даже не знаю. На пятом уровне и ни одного нормального спла. Если можно конус холода взять. Че, пусть будет. Можно каменную кожу, конечно, запилить. Но такое. Каменная кожа. Тут тоже, блин, ничего полезного. Хотя вот... И шаг. И шаг пойдет. Тоже фаербол. Разряд молний. Разряд молний, который проходит по прямой линии через всех существ. Кстати, тут вот паучья кожа может нормально зайти. Тащим там, как баф. Там бонус к природному классу защиты и все такое. Помогал решить, с кем играть, я придется сбил. А, там, вот про этот все. Кем быть? С кем тяжесть нож разделить? Все решаете. А на втором круге, что у нас есть? Ни хрена у нас нет, да? На втором круге. Что-нибудь баф на силу и на... ХП. Ну, а... Первый круг, соответственно, вообще забей. Просто забей. У тебя вот опознание, да? Чтобы опознавать предметы. Пойдет. Ну и все. Там совсем уж трэш. Боже, как нас много, да, теперь. Так ведь не хватит на всех, или как раз таки хватит? Наши теперь пятеро. Наши теперь пятеро. А, вместо последнего, давай... Ускорили эти. Ускорили эти лишним не бывает. Как план Б. Сила, сила, сила. Ну да, остальное вроде норм. Так вот. Баф на силу. Баф на силу. Баф на силу. Боже, теперь бафы прожимать просто забей. Я иду, сила. Давай, клавu. Ака давайте сделай. Я иду, слухи. Вот видишь, Чикаго, сколько тут всего. Я иду. Я иду. Согласись, было бы удобно, Чикаго. Я иду. Как, давай Mou much. Как, давай. Да, мне, я всем... Я думаю. Я люблю. ими обмазываться так и оба фами в атаку что тебе нужно боже ужас какой возможно было бы донее какой работать чикаго приветствую а могу я понятизоваться что привело в группу товарищей со столь грюмыми лицами к особняку лорду ганниша я слышал много путешествовал достаточно повидал на своем веку возможно однажды но уже много времени прошло с тех пор как я бывал на большом тракте даже во мне а ну а мы совсем другая история впрочем не стану надоедать вам историями давайте лучше поговорим о деле и давайте договоримся о процедуре сначала я дам вам осмотреть товар затем я назначу цену и проверю законность происхождения ваших денег если все в порядке мы осуществим обмен после чего каждый пойдет своей дорогой так вас устроит не либо фасадок я захоронился чикаго ты думаешь я проиграю что ли да давай начнем прекрасно я прикажу своим людям вынести товар вы можете изучить его любым образом как пожелаете это все что я хочу получить за это я хочу получить 15 тысяч золотых возвращайтесь ко мне когда будете готовы осуществить сделку пожалуй я слушай товарах были обнаружены изъяны это весьма печально но случай с этими поставщиками все вполне предсказуемо скажите мне что именно вы обнаружили и мы сможем договориться о соответствующей скидке рассказать что было обнаружено по вашему подходящейся на этому товару так оценка оценить обнаружение обнаруженная по вашей оценке товар стоит 15 тысяч 15 хорошо это годится вы готовы осуществить обмен давайте покончим с этим великолепно я прикажу слугам немедленно упаковать приобретенные вами товары погрузить его надеюсь это не последняя наша сделка удачного пути мастерская торговля на что что это можно сэн там сразу трансфлюкацию издает ну-ка давай сюда попробуем бах на 60 что тебе нужно поторговался так поторговался ну сэнд на самом деле пока не нужен пока проще взять старого доброго килгара а сэнда для особого случая оставить да так я думаю а то я упорюсь вот столько бафами обмазываться вообще забей купи все что там есть да и договорись о выгодной цене но ведь оценил и удачно оценил выйти из тени я не потерплю фокусов которым учат в башне владык слышали про твою трату а также про то что в этом замешана молодая огневолосая колдунья примите соболезнования также до нас дошли слухи что она сражается на улицах невер винтера с другими твоими студентами ужасные вести то чем занимались эти сосунки меня не волнует они были наказаны но это девчонка кара она хладнокровно убила мою дочь в доках невер винтера в позорной драке в таверне и с этим я мириться не намерен но кара совершила столько преступлений разумеется ты рассказала про лишедшим девятки у девятки своих забот в доках хватает от них помощи можно не ждать особенно сейчас когда мой дом попал в немилость к нашеру я хочу разобраться со всем этим самостоятельно самостоятельно? и все же решил обсидеть эти события с представителями башни владык странно что ты к нам обратился нас не любят в невер винтере не говоря уж про академию помогите мне и я помогу вам невер винтер не должен быть изолирован от вас и вашей школы магии я могу прислать вам студентов послушников и даже рабов что ты хочешь от нас? я хочу чтобы кара кричала от боли чтобы ей было так же больно как моей дочери когда та умирала я хочу чтобы кара страдала обратить силу колдуна против него самого ха ха этот прием старый как сам элефарм но думаю ты убедишься что мы в этих делах не новички а я думаю один фаербол опять решит все вопросы а мы сразу в таверну попадаем это очень удобно время пришло идите за мной вашим новым и прославленным лидерам время пришло в гости отправиться ждет меня старинный друг он толстый и славный мой друг самый главный сапоги реакции плюс два на держи сапоги акробатики плюс восемь а у меня тут малые сапоги акробатики несерьезные сапоги акробатики тут вообще нет сапог на держи ты согласен так что тебе нужно опять я Они ведь не качаются там без моего ведома, я надеюсь. Я вот не помню. Следуйте за мной! Но по идее не должны. Мне просто нужно сэмду обязательно на следующем уровне взять. Крафт магических предметов. Но по идее не должны. По идее, то есть присоединю кого-нибудь и у него будет как бы левелап, и я спокойно прокачаю. Слушай, Килгар, у меня для тебя подарок есть. Подарочек. Дворучник, аж плюс два. Следуйте за мной! Не то, что твой плюс один. Следуйте за мной и постарайтесь не отставать! Ну вот, так будет чуть попроще. Меньше обмазываться. Меньше кнопочек. А когда все будет плохо, мы возьмем волшебника и развалим. Ну, пойдем расскажем, как мы поторговались. Как мы заключили сделку папскую. На пятнадцать тысяч вечно зеленых, в смысле, вечно золотых тугриков. И заодно пойдем помедитируем сразу чего уж там. Побдим. Такие новости от Ганиша. Там была ловушка для тебя, в самом деле. И кто же ее поставил? Стража. А не надеясь, что ты пойдешь туда сам? Ясно. Это довольно печально. Но, возможно, теперь стража больше не будет пытаться меня поймать. Если она не хочет смириться с своими людскими потерями. Я дал тебе свое слово. Можешь оставлять себе все, что тебе удалось выторговать. У того, кто звал себя Ганиша. Так тому и быть. Ну, я столько выторговал, что... Как же благодарен за то, что рисковал с тебя своей шкурой. Ты не понимаешь, как часто я рискую жизнью ради тебя. Или любого другого члена нашей организации. И все же я тебя не слышал в словах благодарности. На этот раз я тебя прощаю. Сейчас у меня нет ничего для тебя. Возьми то, что заработал, и оставь меня. Ну, тысяча экспы. Изи. Я готов. Давай, пошли. Пойдем бдить. Кара жива. А вы поклялись мне, что башня владык разберется с этим? Мы все сделали. Я просто хотела, чтобы ты присутствовал при проведении ритуала и видел все своими глазами. Ты принес то, о чем я тебя просила? Да. Вот волос с одной из подушек, на которых она спала в Академии. А вот нитка из одной из ее старых мантий. Прекрасно это подойдет. Я могу приступить прямо сейчас. Но также для ритуала мне понадобится капля твоей крови. Моей крови? Но зачем? Только посредством крови того, кому правосудие придало сил, оно и может свершиться. Ну хорошо, но это очень уж смахивает на некромантию. Ничего подобного. Некромантия слишком тривиальна. Ничего изысканного. Это нечто совсем другое. Я призываю элементаля, который чарпает силу от самой кары. Можно сказать, это что-то вроде ее отражения. Одного огня, одной крови. Полагаю, этот элементаль будет для нее более чем достойным противником. Когда вы отправите его по ее следу? Терпение, мой повелитель. Где бы она ни была, элементаль доберется до нее. И это случится скоро. Экспо. Я помню о своей вахте. Это была долгая ночь. Ты определенно не успокоишься, пока мне все не расскажешь, да? Это отличная история. Сэр Олиман произнес целую благочестивую речь, а затем оставил меня обдумывать всю серьезность моего положения. После его ухода я битый час прождал, затем взял свой меч и отправился на ферму, что на окраине города. Там живет очень славная девушка. Ее звали Белла. Это была прекрасная ночь. Пока нас не застал ее отец, и мне не пришлось удирать. Хотя это и к лучшему, иначе меня не было бы на посту, когда Олиман вернулся. Что-то из игры помоложе в изометрии есть. Там у Чикаги, спроси, Турбалось. Там какая-то новая игра скоро выходит в изометрии. Прям крутая-крутая. Я уже название не помню. Просто образец рыцарства. А поэтому могут позаботиться остальные. Может быть, вы сможете как-то компенсировать мое отсутствие? Так что теперь я вверяю твою судьбу в руки богов, а сам пойду поищу себе другую ферму. А он хорош. Ты тут? Я практически ничего не вижу. Что ты здесь делаешь? Послушай, учитывая, сколько на тебя свалилось неприятностей в последнее время, я не оставлю тебя одного. Можешь оставаться, наведи себя тихо. Да ты уж начинаешь учить других. Что-то не помню, чтобы страж упоминал о кодексе молчания. Эй, ты слышал? Я не ожидал, что здесь будет еще девушка. Что ж, думаю, стоит избавить ее от необходимости рыдать над твоим трупом. Обьем ее заодно. Что ж, я здесь. Почему бы тебе не попробовать? Я уже скучать начал. Прекрасно. Давайте развлечемся. Какая у тебя интересная пушка, друг. Что-то она мне напоминает. Эй, все, следуйте за мной. Хватайте приятеля в охапку и в путь. Что-то напоминает. Замайкли. Всего мы ждем. Оркс. Хватайте. Поляна утешения, говоришь? Какое странное название. Эти люди появились будто из воздуха. У тебя вообще бывают спокойные ночи? Помоги обыскать Тилану. Хорошо, хорошо. У их предводителя на пальце кольцо. Оно утыканно какими-то зубами или шипами. Отдай-ка его мне. Конечно, забирай. Оно даже не выглядит волшебным. Послушай. Наверное, мне лучше исчезнуть, пока не вернулся твой рыцарь. Не хочу, чтобы у тебя из-за меня были не приятности. Не совсем маг, ну да. Конечно. В определенном смысле это даже было забавно. Удачи. Надеюсь, что когда мы увидимся, ты будешь новоиспеченным оруженосцем Невервинтера. Хотел бегать. Господи, сколько крови. С каким-нибудь топором или мечом, а бегаю с алибардой все. Потому что точно было бы больше толку, если бы вы нашли девушку с фермы. Она скромная и тихая. Она бы не оставила вам таких шрамов. Да, маг-милишник. Маг-милишник, блин. Девушка была определенно славная. Да, такое часто бывает. И сколько времени это обычно жутится, я обещаю тебе, что никакая девушка меня не свяжет. Хватит шутки шутить. Тебя могли убить. Наверняка в этом замешан Лускан. Они недотепы, но при этом весьма агрессивны. Не теряй бдительности. Твоя вахта закончена. И ты теперь полноправный оруженосец. Верный слуга Нашера, благородная особа Невервинтера. Прошу меня извинить, но я что-то не пришел в восторг от твоих деяний. Но, чтобы там не говорили в Черном озере, мне ничего не известно о том, как можно получить дворянский титул, не будучи дворянином по крови. Если они из благородных, то я верховный настоятель Тира. Твой новый статус, верно, будет неприятным сюрпризом для этой лусканской девки. Не заморачивайся, трогалась. Хочу видеть ее рожу, когда она услышит об этом. Погоди. Дай залутать. Ну, бас. Сабля плюс один. Вот саблей я бы хотел побегать. Нет, подожди, не саблей. Фальшив он, фальшив он точно. Так, что там за кольцо-то? Где ты кольцо? Чего я его не вижу? Она что, мне его не отдала? Боевой сер плюс два. Ладно, пойдем. Ну да, боевой маг. Что, пыхать я умею? Бить я умею, чем не боевой маг. Эдмунд, ты не часто появляешься на суде. К нашему обоюдному облегчению совершенно уверен, Милард. И что тебя сюда привело? Это, очевидно, должно быть очень срочное дело. Как я понимаю, Кривая сабля. Вообще он должен называться Этаганом, но называется почему-то фальшоном. Я учусь властям Лускана для свершения правосудия. Ты понимаешь правильно. Какое отношение это имеет к тебе? Мой лорд, я здесь для того, чтобы сказать вам, что этот человек мой оруженосец. Таким образом, он не подпадает под действие пакта с Лусканом. Что это за бред? У этого рыцаря нет никакого оруженосца. Вам следует выбирать выражение, посланник. Или вы готовы обвинить одного из моих рыцарей во лжи? Я слышу лишь слова человека, пытающегося прикрыть убийцу. Тогда дадим слово обвиняемому. Что ты скажешь? Рыцарь говорит правду? Ты действительно его оруженосец? Да к бабке не ходи. Значит, так оно и есть. И это значит, посланник, что оруженосец пройдет испытание здесь, а не в стенах Лускана. Все понятно с вашим правосудием. Впрочем, с моей стороны ждать правосудия от Невервинтера было глупостью. Ты даже представить не можешь, как приятно мне было видеть, как эта надменная улыбка сползла с ее лица. Но это всего лишь даст нам совсем немного времени. Нам нужно как можно быстрее выяснить, что на самом деле произошло в Эмбере. Килич? Но ты не можешь ничего сделать здесь. Килич? Ты можешь покинуть Невервинтер, но обещай, что вернешься, чтобы предстать перед судом. Да. Отправляйся в порт Ласт. Оттуда тебе укажут путь в Эмбер. После же возвращайся с доказательствами своей невиновности всеми, какие тебе удастся отыскать. Будет уместно поговорить с Хейромасом из порт Ласта. Говорят, он честный человек, и он знает, что творится в его землях и в окрестностях. Что ж, посмотрим. Поздравляем тебя с поступлением на службу в Невервинтере. Служи Невервинтеру, и он отблагодарит тебя. Для начала отправься в порт Ласт, он отмечен у тебя на карте. Оттуда ты сможешь двинуться в Эмбер. Не падай духом, я убежден, что тебе удастся доказать свою невиновность. После суда у меня будут для тебя другие поручения. Левел ап. It's time to craft. Согласен. Да. Да. Что тебе нужно? Так, ну, у меня-то все просто. Дальше становиться красным драконом. Кробатика, оценка определения заклинаний. Что отмечено у тебя на карте? Вот. То есть тут вот мне уже предлагают взять крит. И надо брать крит. Только осталось определиться с тем, что я хочу. И я хочу кулич. Как там говорил Джейн Джок. Да. Хочу кулич. Надо его для начала сделать, пожалуй. А у тебя, да, что у тебя вроде все просто. Теперь накачиваем силу, потом еще пояс силы какой-нибудь впарим и нормально будет. Знание изготовления оружия насмешка парирования. А давай ты у нас будешь знать собственно, а что тебе еще остается? Знать, насмехаться и парировать. Изготавливать пушки. в спец коротких мечах. Там дуал-вилд надо брать. Типа. Бой с оружием в обеих руках. Улучшенный бой с оружием в обеих руках. Ловкость 17. А, нужно ловкость качать. Блин. Чтоб взять улучшенный бой. Потом аж 19 нужно ловкости. Но до 19 она, по-моему, не доживет. Время жрать куличи. Это похоже. Похоже на то. Ну давай так. Чё? Чё? Бой с пушкой в каждой клешне. И улучшенный бой с пушкой в каждой клешне. Сразу. Врон, конечно, не какущий, но если их сделать святыми, эти самые штуки, вполне норм зайдёт. Потом пояс силы какой-нибудь ей прикупить. будет дамажить. Слушаю. Внимательно. Да. Так, а с остальными лавлапами нам надо немного придержать коней. Пряники. Пряники. Здесь есть... барыги. Торговец. Показывай свои товары. Подожди, показывай товары. Вайпался в этой игре. Было пару раз вначале на Некроманте. Симпатичная баба тут раз и... Да, такие дела. Наручи стремительного удара за 80к. Ускорение 4 использования в день. За 80 тысяч сейчас бы прикупить. Плачь сопротивляемости плюс 3. Спас броски плюс 3. Морозного великана. А, ну тут уже есть пояс в принципе за 17к на плюс 4 силы. Надо брать. Надо брать. Я. Перчатки нам тогда не нужны вот эти вот рукавицы силы Огра. Их отдадим. Килгару мы их отдадим. Споги путешествий плюс 4. Телосложение плюс 4. Тоже довольно-таки неплохо, знаете ли, за 17 тысяч. Устойчивости плюс 2. Телосложение плюс 2. Плюс 2 к защите модификатор увертливости. Но мне, кстати, телосложение это круче, потому что у меня там мой анрейдж зависит от телосложения. За рубашка. так обычный и нагрудник 17 тысяч. Ну давай. Что делать? Что делать? Надо брать. Надо брать. Брать не думать. Адамантиновый кинжал, кинжал, посох плюс 3. Амулет повелителя за 50к. взлом замков, дипломатия, знания, обезвреживание ловушек, поиск и сопротивление магии. Да почему везде дипломатия? Почему нигде нет запугивания? Не нашел еще ни одной шмотки, которая давала бонус запугивания. Что за несправедливость? Несправедливая. Кольцо стойкости плюс 4. Все спасброски плюс 4. Кольцо ясных дум плюс 3. Интеллект плюс 3. Великая волшебная сумка. Но у меня есть одна, а вторая-то пока вроде жбайка. Оружие? Блин, говорите прямо. Что за так, а что делать? Надо покупать голова морозного великана. Можно сделать лучистую эссенцию воды. Но нам надо это все. останки призрака и пыльца. Надо закрывать глаза и покупать, чтобы не видеть, сколько бабла уходит. Эй, ты! Уходи отсюда! Ай! Взбежал. В смысле шапоголик? Надо же уже тратиться на что-то. А пояс силы и тапки на телосложение плюс 4 это то, на что можно потратиться. Пушек-то все равно пока не предлагают. осторожнее, не подходите близко к ящикам. А что там внутри? Ничего подобного. Это очень противные маленькие твари. Чем меньше ты их о них знаешь, тем лучше для тебя. Не суем руки, не то они тебя ужалят ядом. Так, сейчас придется начать. А возможно не придется. Спасибо за предостережение, друг. А кто они такие? Дипломатия. А может быть... Ага. Их можно как-то выпустить, по-моему. Осторожно не открывать. Как-то точно можно было выпустить. О, еще один барыга. Нет, не барыга. Не барыга. Так, театр на озере. Сейчас бы в театр сходить. До Молданона. Усадьба коллекционера. Че, типа больше барыг... Нет, подождите, подождите. Тут баба, которая... Это мужик, который рисует. Ладно, пойдем до дома доберемся, покрафтим. Экзотические материалы бесполезны. Кстати, точно, вот не можно было фаербольнуть. Так. Беспалевно. Беспалевно прилетел фаербол. Усилены. Экзотические материалы. Тут вроде все можно применить. Все использовать. А можно было меня высадить где-то поближе? Таверня. Если какой-то уровень это будет четвертый, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый уровень, да? На двенадцатом уровне. Ну, по-моему, на двенадцатом уровне можно уже плюс шесть делать шмотки. Вроде бы. Надо проверить. адамантовое оружие. Как раз таки адамантовое оружие есть смысл делать. Если тебе лень заморачиваться со стальными энчантами, то адамантовое оружие самое то. Ну, доспех разве что из мифрила крутой, да? Ну, я делаю адамантиновый доспех. В общем-то. Просто адамантиновая пушка имеет урон плюс два всегда. А можно вместо плюс два сделать плюс один шесть там огнем, холодом и электричеством. Вот что лучше. Плюс два гарантированно или от одного до шести, но рандомно. При этом от плюс два защиты нет, а от стихийного иногда есть. Плюс на стихийное нужно еще тратить какие-то ресурсы. Не лень заморачиваться с энчантами. Даже если тебе не лень, все равно. То есть тут либо плюс два гарантированных всегда, либо плюс один тире шесть, то есть которые могут быть которые могут в резист уйти. От одного до шести лучше, но ты тратишь ресурсы во-первых. Во-вторых, некоторые мобы могут зарезистить твой этот один шесть. Правда, от кислоты ни у кого резиста нет. Это да. Кислота самая универсальная практически всегда средство. Нужна кара и килгар. И на углу и сходят rum и не на углу и не сходят. Кислота тоже мало. Но кислота как-то надёжнее. На мой взгляд. Кислотой в лицо всегда эффективна. Вообще, на самом деле, круче плюс 2.6. Самое профитное оружие это святое. Тут почти все враги злые. Да, там 2.12. Но я и говорю, самое профитное это делать святое оружие. В данной компании. Там нужен спелк у тебя специфический. Не помню точно. В общем, самое крутое это святое вампирский меч. Плюс 5. Святое вампирский меч плюс 5, топчик. Иди там все эти материалы. Эй, Алёшенька. Ты куда эти верстаки угнал? Ну, из адамантида его не сделать, да. Ну, не обязательно ведь делать святое вампирский меч. Да, пробегал 2 раза. Всё верно. Я плохо помню, как всё крафтить. Поэтому придётся вспоминать на коленке. Да, я особо внимания не обращал. Селебро железо. Особо-то не вглядываешься обычно. Так. Слушаю. Внимательно. Что стоим-то вперёд? Вперёд, ну бы. В комнату для крафта. Что здесь происходит? Да. Да, блин, проще... Боже. А меня туда пустят? Или не пустят? Проще до крепости этой начальной дойти. Там они все хотя бы вместе стоят. Никуда не убегают. Я вроде даже смогу мифриловый доспекс крафтить сейчас, нет? Вот, форт Локи. Вообще удалить игру. Но это всегда проще. Для слабых. Сейчас вспомню. Сейчас как сделаю, как сделаю. Не святой, конечно, вампирский молот плюс восемь. Но что-нибудь сделаю. Если ресурсов хватит. Блин, стрял. Застрял в текстурах. Камеру-то двинуть не могу. Что тут делать? Все, будем пытаться вспомнить. А чумелые ручки начинаются. Так, ну, допустим. Киллгарты у нас там. Давай двадцать. Спец по... Ну, не по доспехам, да? Чтобы сделать адамантиновый доспех. В смысле, мифриловый. Тебе нужно... Мы плюс четыре, можем плюс семь еще накрутить. То есть здесь будет четырнадцать. Пятнадцать, шестнадцать. А нужно восемнадцать. По идее, только на следующем уровне. Без сохранения. Без сохранения... Не то. Да. Да. Так, Кара, хорошо. Тебе мы возьмем... ...определение заклинаний. Концентрация. А вдруг не на этом уровне скилл дают? Вот будет неловко. А нет, на этом. Возвляет возможность создавать различные магические предметы, такие как амулет, кольца, пояс, сапог, плащи, наручи, перчатки, шлемы. А чудесные предметы... ...такие как амулеты, кольца, сапоги, пояса, плащи, наручи, перчатки, шлемы. Неправильно написано. А тут одно позволяет зачаровывать. А второе создавать с нуля. То изготовление-то вроде именно с нуля. Пояса, плащи, наручи, перчатки и шлемы. Что из этого за что отвечает? Ну давай. Чудесные предметы. Тут спел еще подгоняют, да? Ну что тут самое крутое? Камень в плоти, создать нежить. Шесть ко всем спас броскам. Ну тут большой ишак, конечно, крутой. Один из лучших, наверное, спелов. Большой ишак. Так там тоже написано плащи, кольца и прочее-прочее. Слушаю. А у тебя, соответственно... У тебя, у тебя, у тебя. Алхимию тебе качать не нужно. Изготовление доспехов. Можно тебе девять. У тебя плюс от интеллекта еще пять. И, короче, ты сможешь делать мифриловый доспех прямо сейчас. Так мы и поступим. Плюс четыре от навыка. Тринадцать. Плюс пять от интеллекта. Восемнадцать ровно. Там даже плюс шесть от интеллекта получается. То есть можно вот так вот. Восемь. Спеллкрафт скинуть один. Давай тоже большого ишака. Слишком крутой спелл. Так одному магические предметы, а второму... А второму второе. Так, плюс восемь за навык. Ну, собственно, за защиту. И плюс десять за сам мифрил. То есть того восемнадцать нужно иметь навыка. Светная молния. Заклинание уничтожает нежить, имеющую в сумме не более 1д4 уровней за каждый уровень колдующего. Ну да, да, крутой спелл. Уничтожить нежить. Там вся нежить просто в пыль. И все. До свидания. До свидания. Но мне нужен вот этот камень вплоть. Мало ли. Снежу тебя как-нибудь разберусь. Так. Четырнадцать, пятнадцать. Так, я хочу фулл плей сделать мифриловой. Да. Вот такой. Нужно три мифриловых слитка. Перчатки мастера. Держи. Слушаю. Внимательно. Вот. Итого у тебя навык. Шестнадцать. Соответственно, не хватает. Но у нас есть героизм. Великий героизм. Шестой круг. С которым будет хватать. Бесконечный источник пищи. Но это только проблема святого в том, что нужно нам получить клирик. А только клирик знает этот. По-моему, курх критикал ваунс. А клирик только один есть во всю, на всю игру. И придется выбирать между клириком и... Чернокнижником. А хотелось бы чернокнижника. Вот. Теперь хватает, соответственно. У меня навык. Блин, она не складывается. Не складывается. Черт побери. Не хватает. А мне быть не хватало. Мне как раз одного стата не хватало. Но там есть спел, который увеличивает интеллект. Но у меня и так увеличен интеллект. Нет, хватает. Хватит, хватит, хватит. Как раз один к одному хватит. Чтобы все нормально прошло. Сделаю себе мифриловый фуллплейт и буду радоваться. А потом пробую зачаровать его как-нибудь. Ну, самое крутое зачарование это иммунитет к критическим ударам и... С Нику и с этим бэкстебом. Время пришло. Идите за мной. Вашим новым и прославленным лидерам. У меня ведь есть спелл, который увеличивает интеллект. По-любому должен быть. Да, вот. Лисия хитрость на втором круге. Вот так. На шестом круге. Героизм. Сет шурта. В смысле? Хочу мифриловый фуллплейт сделать, Чикаго. О чем ты? Так, ловел ап. Пинта. Все в доспехе. Изготовление. Магического оружия и доспехов. Ишак, и камень вплоть. На-на-на-на-на-на. Вот. Бафнуть себя. Вот так. Героизмом. Да, Банешман, но еще 13 уровень нужен. А, у меня 12. Одного уровня не хватает. Так, и не хватает перчаток. Перчаток мастера. Согласен. Так, ну что? Теперь, по идее, должно хватать. Нужно 18. 23. Что-то я там в прошлый раз не сделал. Более, чем достаточно. Кузнечный верстак. Кузнечный верстак. Значит, мне нужно... Схема фулплейта. И 3 михриловых свит. Время пришло. Которые я покупал. Вашим новым и прославленным лидерам. Сюма фулплейта. Сюма покупал, которые... Сюда иди. Разделить. Вот так. Что тебе нужно? Молоток нужен. Молоток. Кузнечный молоток. Ты где? Выходи. Во. Согласен. Ну, типа, и вот так вот. Кия. Опачки. Мифриловый фулплейт. Да. 8 плюс 3. Это средний доспех. Я могу его использовать. Да шоб я знал. Шоб я знал. Фулплейт есть. Варварский. Мифриловый. Что, Чикаго, интернет завалился у тебя? Во время очимелых ручек. Так. Осталось его, типа, зачаровать. Да? Согласен. Согласен? Я согласен. А чтобы его зачаровать? Следуйте за мной и постарайтесь не отставать. Пора гугл-фу подрубать. Так. Так, броня, броня. Чарование, броня. Чарование, ничего не говорить. Если зачаровать до плюс 3, я могу до плюс 4 зачаровать. Но нужен звездный бриллиант. А у меня звездного бриллианта нет. Но у меня есть изумрот. Я могу сделать плюс 3. Соответственно, нужен изумрот. Да. Изумрот, изумрот, изумрот. Что тебе нужно? А у меня это изумруда? О, кстати, в лавке сэнда продаётся этот самый грёбаный изумрот. КГ в крафтовика. А что плохого? Что плохого, чтобы прокачать КГ в крафтовика? Ну, хотя бы на плюс 2-то сделайте что-нибудь. Совсем уж как и ша. Просто бриллиант нужен. Даймонд. Даймонд, это чё? Ну, звёздный сапфир, да? Но у меня его нет. А этот самый минерал валяется... Где он валяется? Он в лавке у сэнда продаётся, в общем. Ну, могу сделать на плюс 3. Но, допустим, это будет второй уже энчант. А третий энчант, соответственно, это иммунитет к критам. И всё. На этом сказочке конец. То есть... Я сделал деспех плюс 3. А нет, кстати, мифрилда здесь не сжирают вроде слот. То есть можно 3 энчанта накинуть, да? Допустим, плюс 3. Иммунитет к критам. И... Защита от чего? Та успеем ещё в лавку. Ну вот, 3 энчанта. Ну, иммунитет к критам, защита. А вот щита третье накинуть. Сопротивление магии, но там только на 15-ом нормальное. Самое забавное, что больше и... Ну, от бэкстэбов только на 13-ом уровне. Только на следующем уровне я смогу сделать щиту от бэкстэбов. На этом как будто пока и делать нечего. И там нужен голубой бриллиант. Потому что эти голубые бриллианты... Короче, на 13-ом защиту от критов. А сейчас делаем защиту плюс 3. И, соответственно, на 15-ом уже тогда спел резист. Ладно, фиг с ним. Теперь давай фальшу он делать. Который... Килгар. Все-таки буду тебе тоже постепенно изготовлять. Все равно тебе больше брать нечего. Буду изготовлять доспехов, чтобы один все делал. Не буду же всегда с собой сэнда брать. Навык-то тебе, наверное... Плюс 2 к урону. На, чё. Плюс 2 к урону и плюс 2 к урону. Нормально. Пойдет. Много резиста дает. Там защита от магии. Там периодически просто магия не будет работать. Что довольно неплохо. Глубокая специализация. Прям глубокая. Плюс 2 ко всем броскам урона. Еще. Итого плюс 4 к броскам урона. 2.12 плюс 23. И у него уже 3 атаки за раунд, а у меня все так же 2. Все так же 2. Слушай, друг, у тебя еще один молоток есть? А то мне тут... Хотя ладно, передам по наследству. Слушаю внимательно. Следуйте за мной. Слушаю внимательно. Что тебе нужно? Нам нужно и щугуния сделать. Хотя можно и из Адамантида. Кстати, 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 кстати. Время пришло. Идите за мной. Вашим новым и прославленным лидером. Хотя у меня Адамантид всего один. А, нужно 2. А у меня 1. Но можем поискать. Тут вроде мужик был, который Адамантидом торговал. По крайней мере, один слидок у него должен быть. Ну, вроде да. Давай еще один кузнечный молоток. Блин, у него не Адамантид. Ну, значит, на Адамантиде кто-то Адамантидом торговал. Но у меня меньше. Там же теряешь базовый показатель атаки, когда берешь Барда и когда берешь Ученика Красного Дракона. Сейчас. Тут главное развернуться, а дальше проще будет. В квартале Барык. О, в квартале Барык. У кого-то точно был Адамантидовый слиток. Ну, и Ксену в лавку за этим Эмиральдом. Эмиральд же изумруд. Зеленый такой. Симпатичный. Правда, тут еще вопрос, есть ли у меня эссенция необходимая. Ну, должны быть, по идее. У тебя? Нет, не у тебя. У меня базовый показатель атаки 9. И на следующем уровне он не поднимется. Что самое забавное. По-моему, до конца игры будет максимум 3 атаки за раунд. Но есть Ярос Берсерка, который даст 4-ю атаку предзайфер. Утро. Утро. Попал на стрим. Здрасте. Да, попал. Не для изумруда, а вместе с изумрудом. Вот. Адамантит. Давай. И брюлик давай. Гиацин давай. Кстати, изумруд подвезли. И огненный опал вроде нужен. И Рубен. Химического темной стали, холодного железа. Теперь хватает. Над это я и так знаю. Тоже умею гуглом пользоваться, не поверишь. Теперь смогу зачаровать на плюс 3 и сделать пушку. Окей. Пойдем. Да, Чикаго без алхимии, без чеснока. Я ведь давно уже без алхимии играю. Если ты не заметил. Так. Фальшон. Фальшон. Парочка. Адамантита. И, соответственно, наверное, его накачать. Дейзенкал-рапорт. Следуйте за мной. Кия. А, там магический верстак, лоу. Не Кия. Кия. Недостаточен? А, он же... Нет, подожди, он не экзотический. Сиськи на стол выкатила в топ-стрима. Так, на ГГ же там православно все. Должны за это дело, ну, того. Покарать. Как-то не хватает. Как-то не хватает. Слушай, внимательно. Давай его еще накачаем. Перчатки мастера тебе еще отдать может. Да? Кия. Да ладно? Что, серьезно? 21? Что, фальшен хочет сказать? Экзотическое оружие? Твичи банят. Ну, давай из чугуни, а тогда че. Пофигу. Блин, на ГГ даже нецензурно выражаться запрещено. Ну, а уж. Что тебе нужно? Из чугуни, так из чугуни. Да. Да. Кривая сабля. Кривая сабля. И, соответственно, зачаровать. Да. Сложно-то как все. Концентрации перчатки дал. Да ладно, все равно я щугуни круче. Поэтому вот. Та-та-та-та-та-та-а-ак. У нас есть фальшен. У нас есть фальшен. Мы можем сделать его... Нужно заклинание света. Можем сделать его плюс четыре. А, по-моему, слот тратится. Хочу сиськи смотреть. Уже переехал. Чикаго. А, нужен звездный сапфир. А так этот самый опять же изумруд зеленый, да? Ну, давай, Эмираль, ты слабая сила и слабый воздух. Слабая... Слабый воздух. Правда, в переводе тут все так файнд. Файнд это лучше, чем век? Или век это круче, чем файнд? Сияющая энергия мощи. Тусклая эссенция мощи. Слабая вот... Слабая, наверное, нам нужно разделить. Одно. Вот так. Да. И изумруд. И заклинание света. Хорошо, Кара, теперь вопрос. А умеешь ли ты заклинание света? По идее... Да, умеет. Не удалось. Недопустимый рецепт. Что не так? Тусклая воздуха, слабая мощь. Вик. Но он вроде не экзотика. Но Вик слабый, да? Слабая воздуха... А, нужно воздуха круче. Совсем слабая мощь и чуть круче воздуха. Немного перепутал. То есть, нужно... Слабое воздухо. Слабая воздухо. Слабая воздухо. Запущено, да? И тусклая... Тусклая, тусклая... Тусклая мощь и... Тусклая мощь и... Теперь давай. Кия. Нет навыка изготовления магического оружия и доспехов. А, это у Сэнда. Слушаю. Внимательно. Ты у нас главный по зачарованиям. Ну, это Сэнд. Сэнд у нас умеет. Кара там изготавливает с нуля, а Сэнд этот... Того-этого. Того самого. Я, правда, не помню, как было православнее сделать. Давно. Чё, можно тут как-то назвать ещё? Разноцветными буквами. Видали? Видали? Да я не помню там как-то... Так сойдёт. Всё равно тут основной урон бонусный. А вот шанс крита 18-20. Соответственно, тогда я просто делаю себе Красного Дракона. Сила. Кробатика. Оценка. Спеллкрафт. Крит на кривую саблю. Да это цветные названия для пе... Для немужиков. Боевой молот, боевой сер, боевой топор, двуручный. Так. Фальшон. Фальшон. А бой слепует, а что... А, ну там. Бесполезная бесполезность. 15-20. Шанс крита 25%. Для кривой сабли. Такая же она кривая. Это сабля. Примерно так. Старая картинка, кстати. Древняя. Чтобы сделать огонь, нужно Рубен. Кеннери Даймонд. Это что такое? Блин, а чтобы сделать кислотное, нужно еще один Эмиральд. А у меня нет еще одного Эмиральда. Придется... Придется огонь делать. Так она и есть. Ну, так-то да, че. Берем нашу кривую сабли. А, и... Соответственно... Чтобы сделать огонь, нужно... Слабый огонь и Рубен. Слабый огонь. Так-то лучше, конечно, кислотное. Но не тусклое, а слабый. По-моему, можно соединять как-то. Как вот они соединяются? Кто-нибудь помнит, как тусклая эссенция соединяется? Подожди, у меня и так есть тусклая эссенция. Че мне... Разделить... Один. Вот так. И фаерболл закинуть. Согласен. Согласен. А фаерболл-то у тебя есть? Есть, родной. Третий круг. Три в одну. Три в одну. Согласен. Допустимый. Подожди, че петь-то не так? Рубин. Викфаер. Что здесь происходит? Сюда-сюда соединять, делить. А, подожди, этот тусклый, этот тусклый. Лоу. Понятно. Значит, мне нужно три соединить. Так, а как соединять-то? Как их склеить? Да я понял, понял. Склеиваются-то никак. При помощи чего? Или тоже где-нибудь? Щенки на предмете, чтобы создать эликсир, поместить и предметы. Изоленты бери. Папашки. Может, на верстаке? На каком? А, химическая скамья. Положительно две тусклые эссенции. Две, а не три. Две, а не три. Ну бы. Алхимический стол, две эссенции и... Так вот. Так просто делается. Время пришло. Идите за мной. Вашим новым и прославленным лидером. А, ладно, давай так. так огонь плюс 3 вампирика только не хватает можно вампирскую регенерацию 3 сделать но нужен кэнери даймонд а у меня нет вроде кэнери даймонда что значит кэнери даймонд как-то переводится какой-то какой-то даймонд кэнери хреновый рубин канареечный рубин бриллиант просто бриллиант прям так и называется канареечный канареечный бриллиант я пока не могу его сделать для 5 вампирской регенерации нужен бель джурил бель джурил и 15 уровень и спел энервейшн а если у меня спел энервейшн согласен то ослабление вроде ли что такое на ком-то круге про него рассказывал еще гаврил вот мол нужная штука он вроде как то так прямо называется крысь прямо канареечный бриллиант и называется не сплата еще этого нет а энервейшн случайно не не эвакация он может вообще изучить если он не может изучить это провал провалыч это недавно я ел так ну ладно не сделаю вампирский сделаю святой хотя опять же святой это нужно все запущено а если острым сделать вот с такая цель и острота с обилкой или нет правда для этого нужен спелл острота которого у меня наверное и нет а он не стыкается да не стыкается ну и ладно то есть нам нужен спелл энервейшн так чтобы сделать святой нужен клирик а у нас нет клирика был бы у нас клирик конечно и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... За Рубен можно огненное оружие кому-нибудь еще сделать. Какого-нибудь Килгару, например, огненный меч сделать за Рубен. Чо бы и нет, кстати. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Сразу 4 закину. Так не работает. Та-та-та-та-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-тара-т Да блин, почему нельзя сразу подвазь сделать, ну? Нормально же. Вот он сюда запилил, тут слабая эссенция. Закинул рубинчик. Закинул фаербол. Слушаю, внимательно. Радуешься жизни. Кия. Всего плюс два. Но на плюс три у нас пока нет ресурсов. Так даже круче. Пойдет. Лучше было кислотное делать, но кислотных нет. Нет эмиральдов. Так, ну допустим, пушки мы сделали, ладно. Пушки я вспомнил, как делать. Теперь, едва ли не самое главное. Должна делать кара. А предмет увеличивающих характеристики персонажей. Но это кара нужно изучить. Боже. Силу быка и все это такое. Нужна сила быка и... Черт. Тарковца для Шандры. Ну, купим. Купим. Либо эти эмиральды найдем. Вот. Мне вот тут нужна бычья сила. Нужна была. Нужно было её брать. Бычья сила и хотя бы... Да вообще все эти бафы. Чтоб она могла изготавливать. А, я ж могу менять один. Точно. Я ж могу заменить один. И на следующем уровне ещё один могу заменить. Но только один. Да, только один спал меняется. Да-да-да. Слушай, ну не стук. Паутину. Не паутину, а блин. Бина. Бина. Химия, концентрация. Ага. Так, для начала... ...толкну эту огненную вспышку. Точно не нужна. Возьмём силу быка. А здесь что? Ну, большого ишака. Очень полезная штука. Вот. Теперь я могу, допустим, делать пояс силы. На следующем уровне, наверное... На следующем уровне тоже можно отменять. Можно прямо сейчас делать пояс силы плюс 8, но только нужно найти королевскую слезу. А у меня её нет. Билджурил. Билджурил. Билджурил или блю даймонд. Голубой бриллиант на плюс 4 силы. На плюс 6 билджурил. А, есть ли у меня билджурил? По-моему, нет. Довольно редкая шняга. Да. Ну, есть синий бриллиант. Но это всего лишь плюс 4. Плюс 4 у меня и так есть. Ну, и шмотки козырные. Чё уж там. Ладно, найдём ещё билджурил. Можем на плюс 4 пояс сделать. За синий бриллиант. Но... Так, и выносливость. Гиацинт. Джосинит. Можно сделать сапоги выносливости плюс 4. Плащ обаяния тоже билджурил отребует. Плюс 8. Убручинты тоже билджурил прям. Капецко и востребованный. Королевская слеза. А ещё можно сделать амулет природной защиты. Но заклинание Баркскин. Умеет только наша баба. Эльфийка. Она, кстати, может сделать амулет природной защиты плюс 5. Но опять же требуется билджурил. Можно сделать амулет плюс 4. За синий бриллиант. Что довольно неплохо, кстати. Наручить защиты от доспехов. Нет, нет. Наверное, нет. Тихо, не зависай. Великий амулет здоровья. Голубой бриллиант. Иммунитет против снижения уровней и параметров. Регенерация 1. Нужны остроты, сапоги скорости. Великая мантия защиты от заклинаний. Сопротивляемость магии в 20. Нет, нет, нет. Кольцо колдовства. Мантия архимагов на 14 уровне делается. Нужен мейч армор. Вот она сможет сделать мантию архимагов. Нужна королевская слеза. Ну, короче, мы ничего не сделаем без всяких бельджурилов и гиацинтов и прочего трэша. А вот этот весь какиш надо продать. Они нигде не используются. Это вот распылить. Пушки мы сделали. Броня не накачана. Нужен этот эмиральд. Нужен еще один изумруд, чтобы пушку накачать. А что, плюс третий меч делать? Кстати, это что нужно? Напомните ко мне, что это... А, тоже этот изумруд. Изумруду нужны. Нам, короче, нужны изумруды и звездная сапфира. Изумруды, нам нужны очень изумруды и звездная сапфира, да. Все остальное не нужно, чтобы сделать нормальные пушки. Думаю, может, тяжелый арбалет сделать плюс какие-нибудь... Плюс с огнем, но нафиг не надо. Ладно, пойду продамся. Изумруды и звездные сапфиры. Бельджурилы, гиацинты. Все остальное продать за ненадобностью. Боевой серп плюс два. Раковицы силы огра. Плюс два. Держи мерзкий двор. Фиги, сапоги в топку, сапоги акробатики. Акробатика плюс восемь, ну может тебе зайдут. Я тут на телосложение. Слушай, мне бы... А наручи защиты доспехов я кому отдал? У тебя одни. Ребята, там плюс четвёртый, давай их сюда. Плюс четыре. Тридцать защиты. Конечно вырезал, конечно вырезал. Давно уже вырезал. Так, пояс лучника. Ну, может тебе отдадим, да? Продолжаем барыжить. Шаблон для кинжала не нужно. Короткий меч, может для шандры сделаем из диаманта. И может кинжал сделаем для роги тоже из этого, из адамантида. Железо пусть валяется, фальш он. Пригодится ещё. Тяжёлая щит, вряд ли пригодится. Тяжёлая валет, вряд ли пригодится. Дворучник. Это нишки сделать из мифрила потом. В смысле один какиш? Нормальная тема. И ты какиш-то увидел. Две крутых пушки сделал. Которые давно пора было сделать. Ну вот тебе молоток, мне тут завалялся так. Бриллиант нам нужен. Синий бриллиант нам нужен. Джессенит нам нужен. Нефрит. Не нужен. И аметис не нужен. И александрит не нужен. А топаз? Топаз тоже вроде не используется. Не используется, но совсем для мусора. Для совсем уже бесполезности. Агаты, кровавики, гранаты. Огненный аппал там вроде где-то используется. Мусор подсовывает. Да. Ну блин, пушки-то нормально я сделал, реально. Несмотря ни на что. Да и броник все скрафтил. Он 30 арморов все-таки теперь. Все то, короче, чего много, оно и не нужно. И книжки нам не нужны. У меня есть универсальная книжка. На все случаи жизни. Ну, короче, будем искать витки и материалы, что я могу сказать. Пока нам надо скупать все изумруды, которые попадутся. Просто все изумруды. Да? Так, Килгар. У тебя-то что тут? Молоток? Два молотка. Отдай вон Сэнду один. И адаманти мне отдай. Что у тебя там? Пояс Мишника. Рубящий минус пять. А у тебя латный доспех самый обычный, да? Тут плюс три защиты. А тапки какой-то какишь. Вот пять. На лучшую акробатику. Шандре можно отдать. Пояс Лучника ей же. Ботинки, вероятно, ей же. Это вот распылить. А подожди, это не полиция, это материалы ремесленные, да? Продать. Наручи стрельбы из лука. Да в топку эти наручи стрельбы из лука. В пекло. Скоро стрелы закончатся. Болты в смысле. Подзакупиться. Боже, я уже залипаю. Крафт дело утомительное. По крайней мере, я теперь вспомнил их более-менее. Слушаю. Внимательно. Так, шаблон давай сюда. Молоток я тебе оставлю. Великие перчатки концентрации. Забирай перчатки мастера. Да можно у тебя оставить. Все равно мы без тебя ничего не сделаем. В любом случае. Так, блин, сейчас Чикаго нужно раскидать все. Вроде раскидал, кстати. Эй, все следуйте за мной. Хватайте приятеля в охапку и в путь. На тебе. Перчатки силы. Малосы, какие акробатики. Окей. Монтиновый тяжелый щит продадим. Пояс смерцания. Ну нафиг. Лучше пояс лучника. Сапоги сюда. Тебе что-то нужно? Да. Это вообще можно продать. А можно сэнду отдать. Слушаю. Внимательно. Что тебе нужно? Кхм. Ну вот. Что-то похожее на правду. Изумрудов бы еще понаходить. Ну и всего остального какиша, конечно же. Ладно, собираем команду молодости нашей и топим. Куда там? Куда там нас отправили топить? Топить. Что? Бездильники. Нишки бы еще, конечно, пушку сделать. Вот такое. Чем я могу помочь? Финтата тебе не подвезут еще. Давай, акробатика взлом. Магические устройства. Обезвреживание. Поиск. А, ну и обман. Обман под финт. Под будущий финт. Все. Вскрытная атака 6D6. До 36 урона с бэкстеба. Неплохо, в общем-то. И тебе нужно броню прокачать еще. Да. Я пойду вперед, а ты иди за мной. Следуйте за мной и постарайтесь не отставать. Столько всего нужно, столько всего нужно. А ресурсов нет. Сюда еще загнуть, вроде у нее что-то было. Кстати, бел джурел. Берем. Брюлик. Брюлик. Гиацинт. Изумруд. А вот и канареечный бриллиант. И огненный опал. Синий бриллиант. И рубин. Слушай, ну неплохо. С плохими не выживаются. Так у меня что, накрафтил? Но он пушку себе сделал. Плюс 3, огонь 1D6. Есть кривую саблю. Да? Ну и тут, тут тоже сделал. Огонь. Правда здесь плюс 2, но до плюс 3 еще успеем качнуть как-нибудь. И он былатный доспех тоже плюс третьим сделать. Покойной ночи. Нет, для плюс 8 нужен не бельджурел. Ну вот можно амулет природной защиты сделать плюс 5. С бельджурелом. Довольно круто, конечно. Можно наручить защиту доспеха плюс 7 еще склепать. Можно обруч интеллекта впаять с бельджурелом плюс 8. Или плаща баяния плюс 8. Но на пояс силы нужен, нужна этот кингстир, это королевская слеза. Блин. Можно тапки на плюс 8 сделать. Выносливости. Либо на плюс 8 мудрости. Либо на плюс 8 ловкости. Либо на плюс 6 силы. На плюс 8 обаяния, или на плюс 6 силы. Неплохо, кстати, на плюс 6 силы-то впаять. Прямо сейчас шмотку. Да. Да. На плюс 6 силы пояс. Бельджурел. 6 силы или 8 обаяния для магички. Ммм. Тапки или ботинки выбирай. Ловкость, выносливость плюс 8. Но там сила плюс 6. Сила плюс 6. Но у меня так-то есть тапки на плюс 4 выносливости. На плюс 8 могут быть. Только нам нужна шкура. Да, нужна шкура. Да, тапки или ботинки. Ну да, ну вы поняли. Либо обруч на инту. Но только для сэнда он, соответственно, нам он не нужен. Либо плащ обаяния плюс 8. Тапки выносливости плюс 8. А для пушки-то это чё? Пару сайтов со шкурами подкинуть. Ну да, ну да. Кстати, и головой бриллиант нужен, чтобы доспех плюс 5 сделать. Блю даймонд. Только нужен 15-й уровень. Я уже нашёл свою шкуру. Спасибо. А, ещё чтобы резиск магии 22 сделать на броне, тоже нужен бельджурил. Блин, он для всего нужен. Блю даймонд ещё иммунитет критам даёт. Блю даймонд не тратим. Блю даймонд тратим только на броню. А с пушкой-то что можно сделать? Блин, для пушки это вампирская регенерация опять. Я не отдам сейчас бельджурил. Не хочу. На 15-м уровне сделаю себе вампирский... вампирскую пушку плюс 5. Да. Могу сейчас сделать вампирскую 3. Законоречный бриллиант. Правда, не могу. У меня ещё иннервейшена нет. Ни у кого. Найду ещё один бельджурил, сделаю. Ну, а что делать? Что делать? Придётся идти. Чем я могу помочь? Конечно, у моих вторичных тут персонажей такие себе. Пушки. Ресурсов нет, но вы держитесь там. Всего вам доброго. Удачи и хорошего настроения. Я пойду вперёд, а ты иди за мной. Так. Что женщина? Так. Прохождение Стражей Рассвета. Приехать к ним в форт. Либо дождаться 30-го уровня. Если не приходят, приходишь сам к ним в форт и говоришь, давай мне задание, пёс смердящий. Он тебе даёт задание, ты его проходишь. Изи. Так. Большой шаг. Большой шаг, либо усиленная ледяная буря. Пламенная стрела мимо, потому что там ускорение и... Фаерболл. Головишки, усиленный фаерболл. Камнекожа на четвёртом. На шестом шаг и усиленная буря. А так-то буря на четвёртом, да? Там, где камнекожа. Усиленная буря, это страшно. Ди-левел? В Скайриме где левел написан? Ну так, нормально. Пойдёт. Сойдёт для сельской местности. Да. Ну вот ей, конечно, если бы святые пушки сделать, 1-6 это вообще не серьёзно. 1-6 это даже не смешно. Вообще никакого урона не будет носить. Но там нужны всякие рубины. Либо эмиральды. Эмиральды вообще для всего нужны. Самое дешёвое, это именно сделать из рубинов или из звёздных сапфиров. Звёздных сапфиров тоже хрен найдёшь. Либо канареечный. Короче, самое профитное делать огненные пушки. Самое дешёвое получается по ресурсам. Левел где написан? Ну вот же написан. 12 уровень. Воин. Да. Да тут уже давно всё переплетается. Скайрим и не Скайрим и всё такое. Скайрим, Невервинтер. Так, а задания такие. Испытания. Величайший вор. Кстати, пойдём-ка мы сходим к Лолдену. Без силы вообще не серьёзно. Вот поэтому я хотел сделать пояс силы плюс 6. Но в принципе, просто если сделать это святое оружие, которое 2.6 добавляет, и ещё огня туда навесить, то есть 2.6, по сути 3.6 получается за каждый меч. А 3.6 уже нормально. Даже 4.6, если базовое оружие брать. То есть святое плюс огонь, плюс, не знаю, плюс 3 хотя бы. Святое плюс 3, плюс огонь. Тогда уже хотя бы о каком-то уровне можно говорить. А так, скорее 1 видимость. Важно. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok